Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре внедорожник Cadillac Escalade. На видео автомобиль в комплектации Premium Luxury Platinum с бензиновым двигателем объёмом 6,2 литра, с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Цвет автомобиля чёрный металлик. Внизу дверей установлены подножки для удобства входа и выхода в автомобиль. Диски литы 22-дюймовые, с шинами размерностью 285 на 45. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Запасное колесо расположено под автомобилем. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги окрашены в серебристый цвет. Автомобиль оснащён панорамной крышей. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с шестью кнопками. Автомобиль оснащён системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в тёмных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений выполнена из перфорированной кожи. Водительское сидение оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сидение можно двигать вперёд и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Сидение оснащено электрорегулировкой поясничного подпора. На водительской двери расположен блок управления памятью водительского сидения. В память можно сохранить две различные настройки. Рулевое колесо оснащено электрорегулировками. С помощью электроприводов руль можно регулировать по вылету и углу наклона. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки «Старт-стоп». Автомобиль оснащён цифровой панелью приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и задние противотуманные фонари. Указатели поворотов — левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Снизу в боковых зеркалах расположены камеры системы кругового обзора. Автомобиль оснащён светодиодными фарами с системой автоматического управления дальним светом. Передние противотуманные фары не предусмотрены. В переднем бампере расположен парктроник. В решётке радиатора находится камера переднего вида. Двери снизу декорированы серебристыми молдингами. Задние стёкла с заводской тонировкой. Клиренс автомобиля составляет 205 мм. Задние фонари светодиодные. Задние противотуманки расположены по бокам в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. На водительской двери расположены кнопки управления центральным замком. Кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Рядом расположен блок электрических регулировок боковых зеркал. Автомобиль оснащён системой мониторинга слепых зон. Индикация системы мониторинга слепых зон расположена в боковых зеркалах. Далее идёт блок управления передними и задними электростеклоподъёмниками. Все стеклоподъёмники с доводчиками. Регулировка яркости панели приборов. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Автомобиль оснащён проекционным дисплеем, который отображает важную информацию непосредственно в поле зрения водителя. Автомобиль оснащён навигационной системой с функцией дополненной реальности. На панель приборов проецируется вид улицы с подсказками для водителя. В левой части панели приборов отображаются данные маршрутного компьютера. Кнопка включения электрообогрева руля. Кнопки слева на руле отвечают за управление круиз-контролем. Автомобиль оснащён адаптивным круиз-контролем с системой предупреждения о возможном фронтальном столкновении. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине, в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 16,9 дюймов. В автомобиле установлена премиальная аудиосистема AKG Studio Reference с 36 динамиками. Мультимедийная система поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через разъёмы USB. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это даёт возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Автомобиль оснащён развлекательной системой для пассажиров второго ряда с двумя независимыми цветными сенсорными дисплеями. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Автомобиль оснащён встроенной навигационной системой с картами. Дополнительно на дисплей можно вывести информацию о давлении в шинах, данные бортового компьютера, информацию о состоянии и обслуживании автомобиля. Продолжение следует... Отключение системы стабилизации. Автомобиль оснащен фоновой подсветкой интерьера с возможностью выбора цвета. Автомобиль оснащен системой кругового обзора. Изображение с камер выводится на центральный дисплей. Всего предусмотрено 4 камеры — спереди, сзади и по бокам. На дисплей можно вывести виртуальную проекцию автомобиля и пространство вокруг него. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Автомобиль оснащен системой автоматической парковки. Климат-контроль трехзонный. Включим систему с помощью кнопки «Авто». Регулировка интенсивности обдува. Управлять климатом можно с помощью физических кнопок или с помощью графики на дисплее. Регулировка температуры с водительской стороны. Регулировка температуры с пассажирской стороны. Кнопка «Синк» синхронизирует передние зоны климат-контроля. Кнопки выбора направления обдува. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка «АЦ» отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопка включения подогрева водительского сидения. Можно включить отдельно подогрев спинки сидения. Потолок черного цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. Шторка панорамной крыши открывается с помощью электроприводов. Люк можно приподнять или сдвинуть полностью назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Пассажирский противосолнечный козырёк с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на второй ряд сидений. Он оснащён двумя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе расположены два USB-разъёма, розетка на 12 Вольт и слот для SD-карты. В боксе предусмотрены специальные ниши для мелких вещей. В ниши с крышкой расположены подстаканники, два USB-разъёма и розетка на 12 Вольт. Бардачок с подсветкой отделан ворсом. Кнопка отключения активной системы удержания в занимаемой полосе. Кнопка отключения системы старт-стоп. Кнопка включения автоматического режима работы полного привода. Кнопка включения заднеприводного режима. Кнопка включения полноприводного режима. Кнопка включения системы помощи при движении по склону. Автомобиль оснащён системой переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами тур, спорт, бездорожье и буксировка прицепа. Выбранный режим движения отображается на панели приборов. Автомобиль оснащён пневматической подвеской с изменяемым клиренсом. Ручной тормоз электрический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач автоматическая, 10-ступенчатая. Управление осуществляется с помощью джойстика. Режим паркинг включается отдельной кнопкой. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи с помощью подрулевых лепестков. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Теперь перейдём к осмотру второго ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на второй ряд. Во втором ряду предусмотрено два индивидуальных кресла. Кресло можно двигать в продольном направлении. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Кресла оснащены индивидуальными подлокотниками. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Для пассажиров второго ряда предусмотрен блок управления климат-контролем. Регулировка интенсивности обдува в задней части салона. Регулировка температуры в задней части салона. Выбор направления обдува в задней части салона. Сидения второго ряда оснащены трёхрежимным подогревом. Для пассажиров второго ряда предусмотрены выдвижные подстаканники. Снизу расположены два USB-разъёма, два входа HDMI и розетка на 220 вольт. Автомобиль оснащён развлекательной системой для пассажиров второго ряда с двумя независимыми цветными сенсорными дисплеями. Задние стеклоподъёмники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. На потолке расположены дополнительные дефлекторы системы вентиляции, подсветка и крючки для грузов. В центральных стойках предусмотрены ручки. Теперь перейдём к осмотру третьего ряда сидений. На третий ряд можно перейти, не выходя из автомобиля. В третьем ряду предусмотрено три кресла. На потолке расположены дополнительные дефлекторы системы вентиляции. Освещение для пассажиров третьего ряда расположено в центре крыши. Для пассажиров третьего ряда предусмотрены подстаканники. Кнопка сложения кресла второго ряда. Теперь перейдём к осмотру багажника. Стекло на двери багажника открывается отдельно. Объём багажника составляет 722 литра. Боковины багажника отделаны пластиком, а пол — ворсом. Справа в багажнике находится розетка на 220 вольт. В подполье багажника расположена ниша. Для сложения сидений третьего ряда необходимо нажать на кнопки. Сидения третьего ряда складываются в соотношении 60 на 40. При сложенных сидениях третьего ряда объём багажника составляет 2065 литров. Сидения второго ряда складываются в соотношении 50 на 50. Для сложения кресла второго ряда необходимо потянуть за рычаг. Кресло можно поднять в вертикальное положение. Задние сидения складываются без ступеньки. При сложенных сидениях объём багажника составляет 3427 литров. Крышка багажника оснащена электроприводом. Лючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объём топливного бака составляет 91 литр. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель атмосферный, бензиновый, 8-цилиндровый, объёмом 6,2 литра, с отдачей 416 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели кроссовер Cadillac Escalade в комплектации Premium Luxury Platinum с бензиновым двигателем объёмом 6,2 литра, с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съёмках дилерский центр Major Auto. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие ещё автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч! Продолжение следует...